Совсем недавно нам показали геймплей стратегии, которая буквально клянётся воскресить жанр RTS и сделать стратегии снова великими. Эта игра претендует стать самой крупной и дорогой стратегией со времён StarCraft 2, и сегодня мы поговорим про Stormgate, или Stormgate как её называют, и почему это действительно особенный и интересный проект. Stormgate считается одной из самых, если не самой ожидаемой RTS. Правда, в узких кругах, поскольку про данную игру широкие массы людей и как-то вовсе не слышали. Всё дело в том, что её делают бывшие разработчики StarCraft 2 и WarCraft 3, а эти игры действительно считаются культовыми и лучшими, особенно в плане киберспорта. Отсюда, конечно, и такая узкая, но довольно ярая и патриотичная, скажем так, база фанатов. Разработчики обещают сделать полноценную ААА-стратегию с очень интересной кооперативной компанией и, конечно же, киберспоративным, очень соревновательным мультиплеером. Важно отметить, что у компании есть хорошие спонсоры, в том числе Riot, которые известны двумя крайне успешными киберспоративными играми. Это, конечно, League of Legends и Valorant, а также потрясающим сериалом Arkane, который я вам советую посмотреть, даже если вы не фанат Лиги Легенд. Итак, что же из себя будет представлять новая игра? Сразу видно StarCraft и WarCraft, которые неким образом скрестили вместе. В этой стратегии с как минимум двумя расами мы будем строить базу юнитов, собирать ресурсы и сражаться. В этом плане особых инноваций пока нет, но это же и хорошо с другой стороны, потому что именно этого и хочет консервативная старая аудитория фанатов, которые начинали еще в 90-е годы. Но, а что касается фракций, известны уже две. Человеческая армия с роботами и мехами, а также диаблоподобные демоны. Сюжет игры происходит на Земле 100 лет от нашего времени, где остатки человечества сопротивляются некой вот этой вот демонической инфернальной расе. И в этом плане Stormgate является научно-фэнтезийной игрой, что уже оригинально и интересно. На Приальфе нам показали первые кадры геймплея, и здесь можно увидеть много знакомых моментов. Юниты просто до боли похожи на прошлые проекты Blizzard. И морпехи, и медеваки, и даже осадные танки из StarCraft 2. Ну а мехи и вовсе напоминают Диву из Overwatch. В целом, конечно, все смотрится органично, но при этом к игре все равно появилось много вопросов и много критики со стороны сообщества. Кстати, один из таких вопросов, а как ее купить, если со Steam сейчас много сложностей? Его пополнить, этот самый Steam, точнее кошелек Steam напрямую нельзя. Но у меня есть для вас очень удобное решение под названием Купикод. С помощью данного сервиса вы сможете быстро и, главное, безопасно пополнить ваш кошелек Steam с любой банковской карты. А с моим промокодом комиссия сервиса составляет лишь 16%. Это самая низкая цена на рынке. Я сам лично недавно тестировал сервис и купил себе стратегию мехабелум в Steam. Про нее у меня, кстати, уже был обзор ранее. Весь процесс занимает пару минут на сайте и есть удобная инструкция, если у вас вдруг возникнут вопросы. С помощью Купикод также можно пополнить турецкий кошелек Steam, а за логин через Telegram вам дадут бонусные 50 рублей. Есть даже и кэшбэк для постоянных пользователей. И я верю, что этот сервис должен вам значительно упростить жизнь и покупку новых игр. И, конечно, не забудьте подписаться на паблик ПК и в Telegram для розыгрышей и акций. Все ссылки в описании. Возвращаясь к Штармгейту, перед тем, как мы поговорим про критику данной игры, давайте немножко все-таки озаглавим и объясним, в чем же ее преимущество, почему ее вообще стоит ждать, что тут такого необычного. Ну, у разработчиков есть три главных тезиса, которые должны сделать игру просто невероятно успешной и популярной. Во-первых, это социальная РТС с большим уклоном на киберспорт, разные лиги, мероприятия, а также очень-очень важно на кооперативные компании и множественные совместные режимы. Игра при этом бесплатная, а новый контент будет выходить постоянно и для компании, для развития лора игры, для синглплеера и вот всего того, что нужно для того, чтобы поиграть под пивом с друзьями, а не вот это вот, знаете, задрачивать, как в Старкрафте, каждый день под 10 часов. То есть, наконец-таки, казуальный игрок сможет насладиться в хорошей компании, а не в полном одиночестве и изоляции. Это прям супер важно, потому что все стратегии этим страдают. Стратегии — это буквально игры для тех, у кого нет друзей, к сожалению. Я не знаю, почему разработчики это не замечают, но, увы, такая тенденция есть, и поэтому моба, поэтому шутеры вроде Counter-Strike имеют намного большую аудиторию, потому что там есть вот этот самый социальный аспект. Но теперь он будет и в Штормгейте. Во-вторых, эта стратегия берет в себя лучшие из самых успешных РТС, учитывая потребности почти всех игроков. Это, конечно, все еще классическая РТС, похожая на игры из детства, но все-таки здесь довольно много нововведений. С одной стороны, как можно видеть по альфа-тесту, у игры высокий потолок скилла и микроконтроля, способностей и комбинаций войск, но сами сражения происходят медленнее, и новичкам будет проще реагировать и оценивать ситуацию. Здесь есть даже нейтральные крипы, как в Доте или Варкрафте 3, а в кооперативном режиме даже будут герои. То есть довольно много всего интересного, всего взято понемногу с разных игр и смотрится все очень гармонично и хорошо. В-третьих, у этой игры есть большая поддержка со стороны комьюнити, в том числе от многих организаций и медийных личностей в киберспорте. А это довольно влиятельная тусовка. Дело в том, что игру разрабатывают, как я уже говорил, очень опытные выходцы из Blizzard, и уровень доверия к ним крайне высок. Ну и очень многие люди в этой индустрии, в киберспортивной, даже знают их собственно лично, общаются с ними, делятся мнением, делятся фидбэком. И Stormgate ждут как замену StarCraft 2, и скорее всего большинство стримеров и прогеймеров перейдут в эту новую стратегию, увлекая за собой всю аудиторию. Аудитория StarCraft может быть и не такая большая, как у других киберспортивных игр, но все-таки это экстра 100-200 тысяч игроков, зрителей, и это очень-очень весомый вклад. Такого не было ни у одной другой стратегии. Весь хайп игры во многом вызван именно вот этим последним фактором. Stormgate это такая уникальная игра, которую просто боготворят в узких кругах и проще успех еще до первых кадров в геймплее. Но в то же время про нее не то чтобы знают широкие массы, особенно если вы не следите за киберспортивной тусовкой StarCraft 2 и Warcraft 3. Это конечно и главный минус, потому что степень ожиданий у казуальной аудитории она немножко иная. Да, и казуальной аудитории не особо интересны все эти киберспортивные режимы, соревнования, турниры и так далее. И здесь немножко вкусы расходятся. Да и к Штормгейту на самом деле довольно много вопросов. Почему геймплей кажется таким медленным? С одной стороны это удобно, но с другой стороны смотрится как какая-то каша. Почему юниты до боли похожи на другие творения Blizzard? Почему графика как будто бы перекочевала из Фортнайта? У многих людей нет какой-то непоколебимой веры в этот проект именно потому, что о нем мало чего известно, помимо больших обещаний. А в обещания разработчиков игр в последнее время верится все хуже и хуже, особенно учитывая то, что почти каждая крупная стратегия клянется изменить или даже воскресить весь жанр. И здесь конечно все логично и люди, которые знают разработчиков напрямую или которые опять же входят в круг киберспортивных, так сказать, сообществ, они конечно относятся к Штормгейту по-другому. И у них уровень веры он немножко иной, но для казуальной аудитории этого фактора нет и поэтому у этой игры довольно таки странная репутация. С одной стороны ее все ждут и восхваляют, а с другой стороны половина людей вообще не знает стоит ли в это играть и что это такое, да, непонятно. И если мы посмотрим на другие стратегии, Арен Харвест не створил революцию, HMPS 4 и Company of Heroes 3 не дотягивают даже до старых частей. И так произошло практически со всеми стратегиями, которые обещали какие-то кардинальные изменения и возрождение жанра. Вы конечно можете сказать, что команда у Штормгейта конечно опытная, классная и все понимает, но и что? Не менее опытные Петроглифы умудрились сделать одну из самых скучных РТС под названием Грейгу, хотя за плечами у них была потрясающая Star Wars Empire at War. И поэтому от Штормгейта сложно что-то ждать, в них можно только верить на данном этапе. И тем не менее, несмотря на весь сарказм и иронию скептиков, это действительно один из редких проектов, в которые хочется верить. Потому что есть ощущение, что в первый раз за долгое время авторы проекта действительно понимают, как сделать игру популярной и интересной. Не просто сделать клон Каматан Канкуэр или клон Старкрафта, а именно довести до ума те моменты, которые в свое время не позволили старым культовым играм вырасти до уровня Доты или до уровня Контерстрайка. Они отдают себе отчет в том, что синглплеерная часть и насыщенные лор игры очень важны и должны обновляться постоянно. Потому что огромное количество игроков вообще даже не заходят в этот соревновательный мультиплеер. Я его лично очень люблю, но большинство все-таки больше предпочитает отдыхать в компании, может быть даже на фоне подкаста какого-то или просто вот не спеша узнавать историю персонажей. Это действительно очень-очень важно. И разработчики при этом понимают, насколько в стратегиях не хватает фактора социализации игр с друзьями. Поэтому будет нечто кооперативное, будут какие-то особые режимы против ботов, что-то, что позволит вам разделить удовольствие с другом или может быть даже с вашей девушкой, или может быть с вашим парнем, если вы девушка. Или может быть... ладно. Они знают, что слишком большой штраф за ошибку в игре бесит игроков и заставляет их играть в более спокойные и легкие игры. И поэтому здесь тоже не будет какого-то мега уровня задротства, как бы это было в Старкрафте. Да, здесь будет большой скил, здесь будет потолок скилла, но игра не должна вызывать большой стресс, потому что это раздражает. Никто не любит терять свою армию за 5 секунд и просто писать ГГ и выходить. И вот эти три момента позволяют действительно верить в эту стратегию. С хорошим пониманием целей и условий у этой игры действительно может получиться. Возможно, в первый раз. И наконец-таки мы этого очень-очень долго ждали. Ну а если вам не во что поиграть сейчас, посмотрите этот список стратегий. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok